В 13.05 вас приветствует программа «Универсальный формат». Как всегда, мы работаем в прямом эфире. 202.11.22. Этот телефон вам пригодится для того, чтобы выиграть призы, но и, конечно же, стать участником нашего эфира. Можете задать свои вопросы, прокомментировать, передать привет. И все это возможно благодаря онлайн-эфиру. Поэтому звоните, не стесняйтесь. Что ж, давайте с вами знакомиться. Меня зовут Юлия Север. Сегодня эфир называем так «Пернатые хвостатые». Наверное, вы догадались, что речь пойдет о животных, о домашних животных, о бездомных животных. Собрались мы здесь не просто так, в преддверии Дня ветеринара, который скоро отмечает нашу страну. Поговорим вообще о защите животных, поговорим о тех людях, которые неравнодушны к животным, которые их любят, просто любят. Что ж, я готова вам представить наших сегодняшних гостей. Это действительно люди добрые, люди чистого сердца, потому что так относиться, говорите, нашим меньше, могут только люди, которые действительно отличаются своей добротой. Я правильно понимаю? Согласны со мной? Мотают головой, иначе согласны. Что ж, скромничают немножко, но это хорошо. Это тоже, опять же, отличает добрых людей. Итак, знакомьтесь, у нас Анастасия Лобашова, ветеринар, собственно говоря, клинике Самарская Лука. Я так понимаю, да? Правильно. Ну, поздравляю вас с предстоящим праздником. Спасибо большое. Я думаю, действительно, у вас профессиональный и один из главных, важных праздников. Ну, для нас считается, да. То есть он самый приятный и самый благодарный праздник для нас. Следом, судит Ирина Блинова. Здравствуйте. Я так понимаю, создатель, основатель, директор, руководитель приюта, участия для животных с прекрасной Лерой, так? Да, Лера очень прекрасная собака, замечательная. Расскажете нам о ней истории, вообще расскажете, кого ищет. Я так понимаю, что как раз это та собака, которая ищет еще хозяина себе. Ну, да. Отлично. Следом сидит у нас Евгения Фатьянова, владелец собаки из приюта, не побоялась дела, я так понимаю, она теперь любимый, настоящий член семьи. Правильно, Евгения? Да, абсолютно. Да, вот такая вот у нас, посмотрите, рыжая, замечательная. Как ее зовут? Ее зовут Мальвина. Мальвина. Да. Ой, и сразу откликнулась на хозяйский голос. Ну, посмотрите на это чудо. Что ж, ну, и рядышком со мной Юлия Завальская, волонтер приюта для животных участия. Здравствуйте, Юлия. Ну, во-первых, наверное, хочется все-таки изначально узнать историю этих двух собачек. Коль уж мы сегодня собрались действительно на такую тему пернатые-хвостатые поговорить, животные у нас во главе, рассказывайте. Ну, вот в некотором смысле, сначала я, о том, что было до, и бывает до, а потом Женечка про Мальвиночку. Значит, этих собак немного объединяет одно, что они попали в приют, ну, Лерочка еще не попала, но ее приют уже курирует, и, скорее всего, если не найдется хозяин, она останется в приюте. Они попали пострадавшими собаками. Дело в том, что очень большое количество животных в нашем приюте – это животные-инвалиды. Значит, те, которые подобраны на улицах после аварии – это самое большое количество пострадавших животных на дорогах, сбитые машинами. Животные, которые куда-то провалились, где-то откуда-то их достали. То есть без лап есть животные, есть животные слепые. Вот. Но они такие же животные, как и все остальные. И вот Мальвина несколько лет назад была подобрана с травматической пулей в брюшной полости. Значит, прооперирована, доставлена в приют. Вот. Она сразу была красавицей. И очень такая, очень много значит еще для животного, чтобы найти хозяина, насколько он ориентирован на человека. Мальвина, вот когда мы ее подобрали, она была диковатая. То есть даже ее поймать было сложно. Но, тем не менее, она очень быстро адаптировалась. Она тянулась к людям. И вот Женя, наверное, поэтому и не удержалась. Выбрала себе Мальвину в собаке. А что касается Леры, то Лера, ну, она выводит на очень трагическое событие для нашего региона в целом. Вот. Мы долго говорили, и не устают зоозащитники говорить о том, что жестокость в животном, она симптоматична. Она симптоматична. И, как правило, люди, которые жестоко относятся к животным, это потенциальные преступники. В общем, многие, наверное, слышали, что в нашей области произошло убийство женщины. Женщины. Женщину убил, не хочется называть человеком, но убил лицо, которое долгое время издевалось над животными, убивало собак. Вот. Лера – это жертва этого убийцы. У нее две пули травматических в позвоночнике. То есть она никогда не будет ходить. Ну, вот, правда, она будет ездить. Она вот сейчас ходит с возжиками, научилась ползать на передних лапах. Сейчас интенсивно вот коллеги Насте ей залечивают пролежни, потому что она не двигалась. Как только она начала двигаться, они стали затягиваться. Ей волонтер приюта изготовил замечательные возжики, причем лучше фирменных. Вот для первой нашей собаки выписывали издание возжики. Так эти гораздо лучше. Вот. Значит, она научится ходить, у нее уже готовится ей коляска инвалидная, она будет ездить. И она будет... Ну, она уже ощущает себя обычной полноценной собакой. Вот. Она все понимает, она очень позитивно настроена, она хочет жить. Вот, знаете, говорят, вот, животное... Когда мы забирали Лерочку из того места, где произошло убийство, речь шла о том, что, вот, Настя скажет, что очень часто собаки с такими травами усыпляются. Потому что, даже хозяйские... Значит, ну, и Лера присутствовала при этом разговоре. И по ней было видно, что она все понимает. И только когда сказали, нет, она будет жить, она должна жить, она своеобразный памятник погибшему человеку. Она, вот, мы ее посадили в машину, она сначала глазами похлопала, потом подняла мордашку по окнам. И уже всю дорогу она улыбалась. И поняла, что она будет жить. Вот. И она сразу стала веселой и доброй. Слушайте, ну, эта история у меня лично вызывает слезы на глазах. Я очень надеюсь, что действительно у Леры найдется хозяин, найдется хозяин, который будет заботиться о ней. Потому что вообще хочется, наверное, к Анастасии обратиться, насколько сложно жить с собакой-инвалидом. Да, потому что многие собак заводят, ну, чтобы она как-то радовала, веселила, бегала, прыгала. Вот. И не каждый понимает, что это действительно ответственность. Вот, насколько сложно именно ухаживать за собакой, которая где-то в чем-то неполноценно физически, но ни в коем случае не морально. Если это одно единственное животное, которое дома, в полноценной семье, с детками, с мамой, с папой, с бабушками, то это абсолютно возможно. То есть для животного лично. Поэтому уход для таких животных, он должен быть однозначно бесспорно именно любимый уход. То есть делать не потому, что надо, а потому, что любишь. То есть только тогда будет именно полноценное желание помочь этому животному, и она не будет никоему чувствовать себя каким-то инвалидом полноценно. Поэтому все это возможно, все это можно делать именно в домашних условиях. Никаким образом это не является какой-то проблемой. То есть это все возможно. То есть все возможно. Главное все-таки желание и любовь. Любовь твоя чудеса, как мы знаем. Вот, к примеру, у нас живой пример. Сидит здесь, порыкивает немножко, потому что собака, она должна охранять свою хозяйку в незнакомом-то месте. Евгения, рассказывайте вообще, как познакомились с Мальвиной? Как решили принять ее в свою семью? В первую очередь мы искали собаку для того, чтобы общение было и с детьми вместе. И в то же время, получается, как дачный участок, меня искал мой дядя собаку. Я начала искать. Наткнулась на замечательное объявление о прекрасной собаке. И приехала в приют, когда я увидела эти прекрасные пятнышки. Не знаю, видно их тут, не видно. Это было все. Это просто была уже сразу любовь. Ну, слушайте, она вас очень сильно любит. Сколько она в семье живет? Около двух лет, наверное, уже, да? Да. В августе, потому что мы ее забирали. Ну, вы так знаете интересные истории друг друга. То есть всех своих владельцев все равно как-то прослеживаете, смотрите жизнь, как же у ваших питомцев, жизнь после приюта. Я бы сказала, даже отчет все время ведем, все время присылаем, чтобы не переживали. Потому что те, кто забираешь, потому что я прекрасно понимаю, что значит не хватает. Именно все-таки отдаешь столько любви им сначала и отдаешь другие руки. И все равно хочется, чтобы была отчетность. Чтобы они были в надежных руках, и их как-то окружала любовь и хорошие, красивые, заботливые глаза любящего хозяина. Юль, действительно ли правда, действительно отслеживаете судьбу своих питомцев после приютской жизни? Да, конечно. Во-первых, все животные отдаются исключительно только по договору. И предварительно мы стараемся всегда посмотреть, в какие условия животные отдаются. Потому что не всегда бывает, что эти руки оказываются добрыми. И очень много случаев, когда животное возвращается обратно в приют и не всегда в том же виде, в котором отдавался, но в семью. Поэтому это очень важно, когда ты животному даешь шанс, надежду на жизнь и на хорошую жизнь. В итоге он попадает опять же туда же. Иногда даже бывает и хуже, чем на улице. Поэтому мы всегда очень радуемся, когда новая семья присылает фотоотчеты, потому что это прямое доказательство о том, что именно то, что мы хотели для животного, оно обрело любовь в семью. Да, действительно, многие по-разному относятся к бездомным животным. Такой вопрос мы задали жителям нашего города. Как же относятся к бездомным животным? Кто-то подкармливает, кто-то, быть может, к сожалению, как-то отпугивает, потому что боятся за свое здоровье, за здоровье своих детей. Давайте посмотрим, какие же мнения существуют в нашем городе. Мне их очень жалко, очень. Я жалостливый вообще сама по себе человек. То есть вот когда я была маленькая, для меня 1 сентября очень редко существовало, потому что к 1 сентября у меня постоянно был лишай, да, потому что у меня все маленькие котята были за пазухой. То есть, ну, само собой, я их сейчас очень люблю, и там, если я вижу, что котенку плохо, то, конечно, я его покармлю, но очень жалко. Я помогаю, и я против, я против того, что вот там их отлавливают куда-то, вот. Я за то, чтобы им помогать. И чтобы люди относились к ним по-людски, скажем, как братьям нашим меньшим. А я всегда подбираю. Я не боюсь, и, честно сказать, я не видел их, не встречаю. Ну, мы взяли одну собаку домой, на улице нашли, вот. И жалко их, конечно, что ей помогать надо. Подкармливаете? Да. Мое мнение, что бездомных животных не должно быть, с этим нужно бороться, ну, и, конечно, вызывает опасность, особенно если это бешеные собаки. С этим нужно бороться, ну, это должно уже государство нас заботиться. Ну, и мы должны в то же время не допускать таких случаев, то, что животных выбрасывать. Я животных безумно люблю, особенно собак. То есть, если мне на глаза попадается, ну, собака, которая, например, ну, не может ходить, ну, то есть, ковыляет, я даже захожу в магазин, пытаюсь, ну, даже не пытаюсь, а покупаю что-нибудь там, сосисочки или чуть-чуть колбаски. Что ж, сегодня разговариваем о домашних животных, ну, не только о домашних, как вы догадались, у бездомных, которые, надеемся, что скоро обретут свой дом и любящую семью. Вопросы для вас, конечно же, тоже связаны у нас с собачьей и кошачьей темой. Фотовопросы, из какого фильма этот кадр, задаем мы вам именно такой вопрос. Давайте обратим внимание с вами на экран. Вот такая смешная, нелепая фотография. Очень интересный, кстати, фильм. Кто не видел, советую посмотреть. Разыгрываем мы спектакль «Фэншуй», который состоится в Самарской площади в эти выходные. Поэтому, если хотите попасть именно на этот спектакль, отвечайте на вопрос и скорее звоните на 202-11-22. Что ж, ну, а мы продолжаем, давайте, нашу беседу. Скажите, пожалуйста, к Анастасии хочу обратиться. Анастасия, вот все-таки решилась семья взять собаку из приюта. Что необходимо сделать, я имею в виду именно какие-то ветеринарные процедуры? Необходимо ли прийти к ветеринару? Либо в приюте мы знаем, что пытаются ставить прививки, уже стерилизуют, так понимаю, да, собак. Да, конечно. Что необходимо как-то, все-таки с каким советом обратиться к ветеринару? Первоначально, наверное, просто прийти на первичный осмотр. Все равно животных там поступают уже будучи привитые, вот, либо, ну, кастрированные. Поэтому мы всегда очень спокойно к этому относимся, знаем полноценный наш приют, участие. Вот, в полном общении, поэтому приходят, когда владельцы, у них есть, возможно, свои какие-то вопросы, именно связанные по медицинским показателям для животного. Поэтому разговариваем, общаемся, если есть какие-то у владельцев вопросы или какие-то непонятки именно в поведении животного, вот, то, естественно, мы во всем этом общаемся, рассказываем, то есть у нас всегда все в свободном общении. То есть за советом обратиться можно? Ради бога, конечно, либо, то есть всегда. Ну, я хочу так сказать, что действительно, обращаясь тоже за советом в клинику, у меня собака есть и действительно всегда помогают. Ветеринары – это очень добрые люди, отзывчивые, которые хотят, чтобы не только их животные были здоровы, но и животные вообще в целом во всем мире, по крайней мере, в нашей Самарской губернии. Это 100%. Это действительно так. Так, Ирина, скажите, пожалуйста, все-таки самое сложное при том, когда мы собаку, кошку, либо какой-то другой зверь забираем домой, именно как-то ее сделать социальной, либо что? Ну, да. Дело в том, что вот, в частности, у нас в приюте есть достаточно много животных, которые, ну, скажем так, не социализированы. Они не ориентированы на человека, и с ними гораздо сложнее. Кто-то очень быстро, попадая в приют, очень быстро социализируется. Вот у нас есть такой замечательный мальчик Бимка. Он был такой дикий, ну, буквально через месяц он все, он лоскуш, он то же самое вот дик, который недавно обрел семью. Песик тоже с трагической судьбой. Его за воротами приюта приковали цепью в жаркую погоду к дереву. Он не мог ни пить, ни есть. И если бы случайно мы не вышли через, это сзади, да, через какое-то время, то пес бы погиб. Сейчас дик живет в семье, очень счастливо, им довольны, он послушный, он ласковый, хороший. А сколько собак, кошек пристроили? Есть какой-то подсчет? Да, мы подсчитываем, и на первый взгляд может показать, что цифры наши очень невелики. Мы существуем с 2008 года, и что касается собак, это не более полутора сотен, то есть 150 животных. Но зато... Зато качественно, самое главное. Мы думаем, что это все-таки самое важное. И кошек больше, и кошек столько же. Кошек берут достаточно часто, чаще, во всяком случае, чем собак. Но, естественно, собака более сложная в содержании животное, хотя бы из-за того, что она требует выгула. Вот. И чисто по размерам с собакой сложнее, и решаются на собаку не все. Вот. А на кошку, конечно, да. Хорошо. Есть ли у вас домашний питомец? Глупый, наверное, вопрос, но расскажите, пожалуйста, о нем. Как вам сказать? Все питомцы, которые приюты, наверное, мне кажется, это... Нет, нет. У меня дома собаки. Свои у меня собаки. Кошки у меня просто на передержке, потому что в приюте нет мест. А собаки у меня свои. У меня, значит, одна девочка, вернее, две девочки сейчас, и очень много мальчиков. Значит, одна девочка у меня такая же, как Лера. Угу. Спинальница. Собака Альма, парализованная. У нее перелом позвоночника. Она... По дому она ползает очень быстро. Быстрее, чем некоторые бегают. Угу. Вот. Она очень любит гулять. Я вношу ее во двор, она на траве там гуляет, радуется жизни. Вот. И совершенно не думает о том, что она инвалид. Вот. Ну, естественно, там подгузники, какие-то проблемы с этими вещами. Но это такая мелочь по сравнению со всем остальным. У меня еще старенький пес Пух. Пушок. Он болен. У него диабет два раза в день. В одно и то же время ему делаются инъекции инсулина. Через полчаса он должен что-то съесть. Поэтому, в общем-то, ну, я достаточно привязана. Еще у меня старый пес Филя. Пес средних лет Рыжик. У меня потенциально приютский пес живет Черныш. Тот, который год как был сбит на крыжу и долго провалялся на дороге. Вот. Он перенес уже несколько операций. Ему требуется еще две, чтобы он нормально начал ходить. Но они очень дорогостоящие, эти операции. Вот мы думаем. Еще у меня есть маленькая собачка Юла, которая тоже во дворе. Ну, скажем так, иногда к нам попадают животные от живодеров. Вот. Это собака от живодеров. И еще у меня на передержке тоже два больших подростка. Север и юг. Север и юг. Слушайте, очень замечательно. Север и юг. И еще и совсем маленький-маленький крошечный найденок. Найденыш, может быть, даже кто-то нас слышит. Где-то месяц назад в районе поселка Волжский, Малая Царевщина, найден маленький песик. С очень такой хорошей, красивой шлеечкой. Прямо с ней развешено объявление, но никто не отзывается. Вот. У вас в группе, я так понимаю, все равно так или иначе все объявления, вся информация можно найти, можно посмотреть. Если вдруг сейчас так на слух не воспримут, то, пожалуйста, визуально заходите, смотрите. Вся информация. Ну и еще у меня есть, еще в гараже у меня две собаки живут, потому что в доме не умещаются. И вот на прошлой неделе пережила я своеобразную трагедию. Моя первая собака-инвалид, знаменитая Райна. Может быть, кто-то даже видел ее, видел в журналах «Алабай без задней лапы». Она умерла. Она вместе со мной получала награду на акции благородства. Она присутствовала со мной на всяких мероприятиях. Но, к сожалению, она еще с щенком перенесла тяжелую операцию, наркоз. Да, это очень печально, когда от нас уходят домашние животные. Поэтому, чтобы все-таки продлить их счастливую жизнь, необходимо постоянно обращаться к врачам, к ветеринарам. Кстати говоря, Анастасия, ну сейчас осень наступает, приближается в осенний период. Что необходимо сделать собаке? Может быть, какие-то, не знаю, какой-то подготовки, какие-то витамины. Опять же, сейчас клещи, хоть и говорят, что это начало летнего сезона. Клещи сейчас тоже же они еще... Все правильно, клещи у нас с первого, то есть до первого снега животное должно обрабатываться однозначно и бесспорно. Без этого, к сожалению, никак. Хотя везде по всем статьям пишут, вот там в начале немножечко весны и конец августа. То есть, нет, однозначно и бесспорно должно животное обрабатываться постоянно с первых у нас, получается, цветочков, с первой нашей травушки и уже непосредственно до первого снега, до первых заморозков, до первого минуса. Это однозначно и бесспорно. Животное должно быть обработано от клещей. Без этого, к сожалению, никуда. В плане питания, в плане кормления, если животное изначально уже сбалансировано на своем питании, то есть непосредственно, конечно, можно побаловать какими-то витаминками, вкусняшками. Все это предусматривается именно в состоянии и вот в поведении в плане животного. То есть все это можно. Без этого никуда. То есть побаловать, да, хочется. Перед осенью что-то такое вкусненькое. Вкусненькое дать можно? Конечно, да, вот вкусненькое. Слышала вкусненькое, да, действительно. Вот собаки все понимают. Кто-то говорить не могут, как это все понятно. Вот, кстати, вам пример. Посмотрите, пожалуйста, на Мальвину, которая очень радостная, потому что она понимает, что хозяйка рядом. И Лера, умнейшая собака, это видно очень спокойно, но действительно у нее какой-то немножко такой грустный еще взгляд, потому что, наверное, не нашла свой дом именно. Потому что они все понимают. Понимают, что сейчас пока у нее именно определенного хозяина, так или иначе нет. Поэтому, дорогие телезрители, если вы влюбились в эту собаку, а в нее действительно возможно влюбиться, потому что она очень хорошая. Мы можем показать, как мы на божиках перетягиваемся. Да, можете показать. Это действительно несложно. Если постараться, уход, любовь творит действительно чудеса. Давай, Лерочка. Давай, Лерочка. Давай, Лерочка, подожди. Вот. У нас не работают задние лапки, но мы уходим. Да, туда уходить далеко не надо, потому что у нас... Иди сюда, Лерочка. Лера, Лера, Лера. Девочка. Девочка, Лера. Она ушла у нас из кадра, Лера. Ну вот мы так хорошо ходим, что мы далеко уходим. Лера у нас ушла из кадра, видите, пожалуйста, это никак не мешает. То есть мы показали, что мы умеем двигаться. Убегать. Так, ну давайте с вами убегать, действительно, Лера. Такая активность, скажи, хочется мне бегать, хочется мне хозяина, который будет выводить меня на прогулки, постоянно с ней заниматься. Да? Это и правильно. Да, будет у нее колясочка скоро. Давайте этожить, быть может, я знаю, наверняка накопилось очень много слов благодарности тем людям, которые помогают приют, ну и какой-то призыв, кто хочет помочь. Ну, в первую очередь мы хотим поблагодарить всех-всех, кто нам помогает. Это и отдельные люди, это и какие-то организации. Вот сегодня уже упоминался театр «Самарская площадь». Это просто, ну, такое спасение, знаете, беспрецедентный случай, спектакль в пользу приюта был организован театром. Ну, кстати, это, по-моему, давно известно, что деятели культуры, они наиболее пронзительны, чувствуют всякие беды и всякие страдания, поэтому они отзываются. И просто простые люди, которые перечисляют средства на наш счет, которые привозят корм, которые привозят нужные вещи, которые приезжают просто помогать, убраться. И, ну, огромное вам спасибо. Это, ну, это дорогого. Не заменим, дорогого, что мы без этого не выжили. Которые делают хотя бы простой репост из группы ВКонтакте. Это действительно плюс к помощи, да? Да, да. Евгения, я так понимаю, можно сказать, что не стоит бояться брать животное из приюта? Абсолютно. Просто единственная идет адаптация примерно где-то недели, две, три, когда они ведут себя, пугают очень часто людей. Потому что мы берем, когда щенка, вырастает из него иногда очень даже злые, можно сказать, собаки, а здесь уже готовое, да, собранное животное. Вкусняшку. Вкусняшку. С любовью, действительно, глазами, которые полны благодарности. Что ж, спасибо вам, что были у нас сегодня в эфире. Вас, Анастасия, поздравляю с приближающимся праздником. Спасибо большое. Но и в преддверии этого праздника действительно очень важно выбрать ветеринарную клинику, которая будет с тобой всю жизнь, как говорится, от первой прививки до различных каких-то профилактических действий, заболеваний. Поэтому давайте посмотрим следующий сюжет и возвращаемся в студию. Любой хозяин лишь по глазам своего питомца сможет определить, когда он счастлив, зол, обижен или благодарен. Понять же причину недомогания животного сложнее. Порой эта задача подластна лишь ветеринарному врачу. Правильно поставить диагноз, оказать своевременное, а главное – эффективное лечение, вам помогут специалисты зооцентра «Эффект». Услуги, которые предоставляет наша клиника, весьма многогранны. Врачи работают с опытом, любят своих животных. У нас есть зоомагазин. Хирургия, терапия, офтальмология, вакцинация животных. Также поможем проглистогонить, кто не справляется с своей кошечкой или собачкой. Зооцентр «Эффект» – это полный перечень ветеринарных услуг от вакцинации до хирургии. Широкий ассортимент кормов, в том числе диетических и лечебных, пищевых добавок, ветеринарных препаратов и аксессуаров для вашего любимца. Купить все в одном месте и даже не выходя из дома – это возможно благодаря интернет-магазину. Здесь работают люди, знающие, а главное – любящие свое дело. Многих хвостатых питомцев помнят еще малышами, когда их приводили на первую вакцинацию. Постоянных клиентов очень много даже у нас. Ходят очень часто и очень много постоянных клиентов. И мы даже можем гордиться тем, что приезжают издалека, из района вот именно к нам. Хомяки бывают, бывают различные хищные птицы, также кошки-собаки. Лечим черепах. Специализируемся также на попугаях. Очень любим лечить попугаев, приходите. Предупредить легче, чем лечить. Это истинно применимо и ветеринарии. Несмотря на состояние здоровья, каждый домашний зверь должен ежегодно проходить профилактическое обследование и сдавать анализы. И не важно, кошка ли у вас или собака, попугай, хомяк или черепаха. Здесь понимают язык любого животного. 202-11-22. Напоминаю, телефон нашего прямого эфира. Напоминаю, неспроста. Дело в том, что задавали вопрос мы до ухода на сюжет, а именно фото, вопрос, из какого фильма этот кадр. Ну, там присутствует, давайте смотреть, «Лаборадор», то есть фильм о животном. Замечательный фильм, очень интересный. Кстати говоря, тоже много бед, много каких-то пакостей натворила вот эта вот собака хозяевам. Но независимо от этого, они ее любят, потому что любят не за то, что делают что-то хорошее, приятное и радостное, а любят вопреки, наверное, каким-то мелким не врядься, потому что действительно такую любовь, как животное, подарить вряд ли кто-то сможет вам. Итак, 202.1.22. Разыгрываем билеты на спектакль «Фэн-шу» или руководство для любовницы моего мужа, который состоится в эти выходные в театре «Самарская площадь». Ну, а тем временем, пока вы думаете, пока вы ищете все киносайты и пытаетесь найти правильный ответ на наш вопрос, я вам представляю наших следующих гостей. Итак, у нас Виктория Балеева, участник движения «Грин Лайн Фронт». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и Анна Нуждина, ветеринар, фельдшер приюта для животных «Надежда». Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами по очереди будем разговаривать. Сначала к Виктории обращусь. Чем занимается организация? Расскажите, пожалуйста, в двух словах. Неспроста же вас сегодня позвали, когда мы говорим о животных, о любви к этим замечательным существам. Ну да, ну все участники нашей организации являются веганами, викторианцами. Вот. Мы ездим в приют «Хати», убираем вольеры, заботимся о животных, выгуливаем их, вычесываем. Еще наша организация участвует в субботниках, которые мы организовываем. Ну вот, этим летом мы ездили на Лысую гору, там убирались. Ну и вообще задумываемся о какой-то агитации именно в чертах нашего города, чтобы люди начали задумываться о том, что надо беречь окружающую среду и тем более животных. От приюта «Хати» действительно наши добрые друзья, да и вообще все приюты, мне кажется, добрые друзья, потому что очень легко откликаются на наши просьбы, и мы им рады помочь. 14 июля пропала собака, которая любит просто-напросто в приюте «Хати» как свою родную. Это действительно бывало у них. Лаванда для них одна из любимыхших собак, действительно многих любят. Но лаванда пропала, и они просят, пожалуйста, вас, дорогие телезрители, если вы ее видели, если видели похожую собаку, обратитесь, пожалуйста, по номерам телефона, которые указаны на ваших экранах, звоните, какую-то информацию, вся информация важна. Кроме того, группа ВКонтакте, универсальный формат, заходите, смотрите, там есть пост по этому сообщению, читайте, быть может, вы сможете вернуть лаванду домой. Да, любят они, скучают без нее. Вы наверняка знаете эту историю, да, Виктория? Ну, к сожалению, я не знаю, мы единственное, помогали в поисках собаки лаванды. Мы обходили все дачные участки, где находится наш приют, но, к сожалению, пока... Пока безрезультатно. Уже больше месяца лаванда где-то гуляет, возможно, кто-то забрал ее уже к себе, поэтому, если что, она прекрасно понимает кличку, можно позвать лаванду. Я думаю, она как-то на вас обратит свое внимание. Хорошо. Анна, рассказывайте, пожалуйста, о вашем приюте, коль вас делегировали от приюта «Надежда». Чем славится ваш приют? Как много сейчас собак, кошек, как много нуждающихся в помощи? Стабильно одно количество собак, это около 120 собак и кошек тоже в районе 30. Но сейчас мы немножко поменяли свою деятельность в плане кошек, что все кошки из приюта, где находятся собаки, переехали у нас в котошколу, которая находится на шестой просеке, 129. Там находятся все остальные наши кошки, туда люди могут приходить, с детьми можно приходить, потискаться с ними, там проводятся мастер-классы, также там мы обучаем, показываем, рассказываем, как воспитывать кошку, как приучать, что с ними делать, понимать их характер, поведение, как адаптировать кошек. Вот у нас там такой райский уголок для кошек, где они все дружно там живут, гуляют, не в клетках сидят, а между собой общаются, конфликтуют. А в приюте находятся у нас кошки, которые на лечении, или вот они с улицы, чтобы их ждут все свои процедуры, вакцинацию, стерилизацию, и потом также мы их отправляем в котошколу на шестую просеку. У многих, хоть мы и говорим действительно, то, что собака из приюта, она здорова, но многие люди, которые хотят задумываться взять собаку, кошку из приюта, думают, что да вдруг покусает, а вдруг она какая-то заразная. Расскажите, пожалуйста, как вообще проходят осмотры, вот когда вы находитесь собаку, когда вы понимаете, что возьмете ее в приют на передержку, либо для поиска нового хозяина? Мы, когда принимаем собаку, мы ее осматриваем полный внешний осмотр. Если замечаем, что какие-то есть отклонения в здоровье, то мы отправляем в клинику на анализы дополнительные, там УЗИ, кровь, и дальше уже по анализам смотрим, лечим. Также потом прививаем, когда выздоравливаем, стерилизуем. По поводу поведения это, мне кажется, глупости, потому что люди, у которых берут в приюте животных, в любом приюте, сотрудники знают своих собак, всех хорошо, все их неповадки, поведение, выходки, все это хорошо знают. И когда люди приезжают выбирать, мы стараемся полностью рассказать о животном, чтобы это не было для них никаким сюрпризом, там, дерет, не дерет, с собаками конфликтуют, не конфликтуют. И когда люди приезжают, там, говорят то, что хотим в семью, где есть ребенок, мы сразу уже знаем, кто может здесь, кто с детьми лазит, кто с детьми, может, терпит. Мы сразу предлагаем. И таких не было моментов, чтобы сказали, вот, возвращают, вы наврали, собака не такая. Такого еще ни разу, по-моему, не было у нас. Потому что правда, действительно, она нужна, она важна. Она важна, потому что не очень охота, чтобы потом животное возвращалось обратно. Потому что все, как-никак, оно привыкает к дому животное, собака, она и к людям привыкнет, и все. А вот то, что ее какое-то поведение невоспитанное, тут уже ничего не сделаешь. Мы стараемся как-то их немножко контролировать в плане, там, поведения к людям и к другим животным. Но все равно, это уже, если взрослое животное, то с этим уже ничего не сделаешь. Можно только контролировать слегка. Многие, у нас есть звонок от нашего телезрителя. Давайте сначала примем его, а потом продолжим нашу беседу. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Светлана. Светлана, очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы видели нашли фото-вопрос? Знаете ли, из какого фильма этот кадр? Фото-вопрос видел, хочу ответить на него. Может быть, этот фильм называется «Марный яс?» Слушайте, ну вы действительно правы. Да, фильм называется «Марли и я» про замечательного лабрадора, который, кстати говоря, продавался по уценке, но хозяева не побоялись, взяли его и были счастливы с ним всю жизнь, несмотря на какие-то мелкие шалости. Я вас поздравляю, спектакль «Фэн-шуй» достается именно вам, именно билет на спектакль «Фэн-шуй» на двоих, поэтому отправляйтесь туда. Есть ли у вас к нам какие-то вопросы, Светлана? Да, вопросов нет. Просто хочу сказать, что на самом деле очень жалко бездомных животных. Всегда хочется взять, накормить, обогреть. Но, к сожалению, всех не возьмешь. И поэтому хорошо, что существуют такие организации, которые могут позаботиться, а впоследствии отдать хорошие руки животных. Светлана, есть ли у вас домашний питомец? К сожалению, сейчас нет, но перед рождением ребенка у нас был кот Василий. Сейчас он был маленький, сейчас у нас у родителей вырос большой, красивый кот. Ну, тоже ваш домашний, можно считать. Ну что ж, хорошо, вашему коту Василию все равно привет передаем. Ну и вашей семье спасибо большое за звонок. У нас есть еще один розыгрыш, это билет в кино, разыгрываем мы. Вопрос аналогичный. Из какого мультфильма этот кадр? Остается у нас буквально две минуты до конца эфира. Если вы быстрые, 202.1.22. Если вы смотрите мультики, быть может, вы нам быстренько и ответите на этот вопрос. Из какого мультфильма этот кадр? Замечательный мультфильм, очень его люблю. Мои коллеги, мои гости тоже мне машут головой, потому что понимают, что действительно мультик очень хороший. Кстати говоря, о помощи в приюте. Многие считают, что помочь в приюте можно только лишь деньгами. Привезти какую-то сумму. Расскажите, пожалуйста, на своем примере, Виктория, чем можно помочь в приюте, если не имея даже какой-то материальной базы? У нас в организации еще много школьников, и не многие могут материально помочь. Поэтому даже элементарно приехать в приют и убрать вольер, погулять с животными, это уже помощь. Так что все приезжайте. Все приезжайте. Здесь не нужно бояться, что корм купить и так далее. Нет, конечно. Всегда помощь нужна. Анна, что же? И тут я согласна, что да, если нет никаких материальных возможностей помочь кормами, лекарствами, то сюда, пожалуйста, приехать, просто их потискать. Им так не хватает всем вниманием. Хочется всем ластиться. Совершенно не надо бояться, как некоторые приходят, боятся укусить. Нет, никто из них никогда не укусит. Все, наоборот, хотят привлечь все внимание. Много собак, и все хотят гулять. Просто мы не успеваем. Всем охота и погулять, и поластиться, и поиграться. Просто приехать и уделить животному вниманию. Это хотя бы тоже достаточно. Опять же, такой вопрос, как социализация, именно только с человеком проходит она. Что ж, у нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут? На последних секундах успели. Как вас зовут? Лидия Алексеевна. Лидия Алексеевна, как, по вашему мнению, называется мультфильм, из которого этот кадр? Ой, я не знаю. Не знаете? Тогда давайте рассказывайте, зачем же вы к нам пожаловали. О, минуточку. 30 секунд у нас до конца. А, вот сын говорит, фильм называется Пола. Пола? Пола, Пола. Так, ну-ка, давайте сына спрашивайте, как называется фильм? Фильм Пола. Али, вперед. Так, давайте с вами разбираться уже за эфиром. Дозвонимся к вам после эфира и спросим, как же называется этот фильм. Правильно, практически. Что ж, вам спасибо большое, что были у нас. Спасибо, что любите животных и что не оставляете их в беде и неравнодушны. Вам всего хорошего. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова